Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Любимый человек ушел, сказал о стиле чувства. Никого на стороне нет и дело не во мне. Ушел легко, будто ничего не было. Из всех отношений в этих я впервые стал счастливой, любил всей душой. Через четвертый день не ем, почти не двигаюсь очень больно. Вопрос, как могут речить чувства с такой скоростью. Вчера было все идеально, сегодня чувств нет. Дрежает мысль, вернется ли он? Судя по такой реакции на то, что происходит, сильнее всего в этой ситуации вас задевает, травмирует, причиняет боль. То, что из всех отношений в этих вы впервые стали счастливой. То есть сами по себе счастливой вы не были. И отношения у вас не складывались, судя по всему, раньше, и сложились и эти тоже. Это говорит о том, что у вас есть определенные личностные конфликты, определенные личностные проблемы, которые вам нужно решать. Вот в принципе то, что с большой уверенностью можно на данный момент вам сказать. Сейчас вы говорите о таком состоянии, как травма. Но, на мой взгляд, за травмой присутствует еще и зависимость. То есть некое такое, скажем так, представление, представление, которое подводит вас к мысли о том, что без другого человека, без того, ну вот, без, условно говоря, без кого-то рядом. Я какая-то не такая. Я или я никто. И вот это очень важный момент. В основе вашей сегодняшней реакции, в основе в основе вашей сегодняшней текущей реакции, лежит именно эта обесценивающая тенденция. Если говорить простым языком, то не любовь, не любовь к себе. И если вы внимательно посмотрите на то, как вы сами к себе относитесь, если вы внимательно посмотрите на то, как вы к себе относитесь, я думаю, что вы с легкостью убедитесь в том, что к себе вы относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. Это совсем, мягко говоря, вы к себе относитесь не очень хорошо. Вы увидите, что вы себя обесцениваете, вы увидите, что вы себя принижаете, вы увидите, что вы не много внимания своего, уделяете своей реализации, вы немного внимания уделяете своему росту, вы немного внимания уделяете своим интересам. А если даже, и можно сказать, что много, и если даже, и можно сказать, что вы этому уделяете достаточно внимания, то в таком случае, скорее всего, речь идет как-то о том, что отношения у вас стоят на первом месте. Другой человек у вас стоит на первом месте. И можно, конечно, возмутиться как-то и сказать, что, ну а что, неужели, неужели, неужели должно быть по-другому? На первом месте вы у себя в первую очередь должны быть, а не кто-то еще. Судя по тому, что вы описываете, произошло именно это, произошло именно то, что не вы у себя на первом месте были, а молодой человек. И когда вы говорите, например, о том, что никого на стороне у него нет, когда вы говорите о том, что дело не во мне, это либо отражение ваших собственных страхов, то есть вы боитесь, например, того, что молодой человек может уйти к кому-то, да, либо это то, в какой парадигме вы вместе с молодым человеком своим находились. То есть вы находились в парадигме, получается, ревности. Ну, получается так, что вы находились вместе с молодым человеком в парадигме ревности. Вы находились с молодым человеком, получается, в парадигме того, что в вас может быть причина, ну, причина проблем. И все это, конечно же, не могло не влиять на него. То есть здесь в какой-то степени, в какой-то степени прямо классическая история того, как, ну, например, мои собственные проблемы становятся, ну, допустим, проблемами, там, другого кого-то, да. Вот, например, проблемами, допустим, молодого человека, да. То есть когда вот молодой человек повторяет за вами то, что вы сами считаете, ну, какой-то проблематикой. Ну вот. И вот, собственно, это является одним из таких краеугольных камней. Что делает человека зависимым? Что человеку причиняет боль? Ну, начнем с того, что расставание в любом случае не самое радостное событие. Начнем с того, что грустить, когда мы расстаемся, это нормально. А вот не есть, как вы говорите, четыре дня, вот это уже само собой не нормально. И это говорит о том, насколько для вас это было важно. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы не раскрываете эту важность. Вы говорите о себе, что впервые я стала счастливой и любила всей душой. Другими словами, вы даже не скрываете здесь того факта, что речь идет о вашем состоянии. Речь идет о вас. Речь не идет о молодом человеке. В этот момент вы о нем не думаете, вы думаете о себе. И это неплохо, что вы думаете о себе. Просто несколько вы думаете о себе не там и не тогда, когда это действительно нужно. Когда это действительно нужно, вы о себе не думаете. Когда это действительно нужно, вы думаете о ком угодно, о чем угодно, только не о себе. Вот такие критические моменты, вы начинаете вроде как думаете о себе. Но это именно критические моменты. На постоянной основе вы о себе не думаете. И получается, что все время вы себя обделяете. Вот. Ну, просто берете и просто обделяете. Обделяете себя вниманием, обделяете себя заботой, обделяете себя всем в общем-то. В общем-то. Дело в том, что вы обделяете себя любовью. Дело в том, что вы себя, на мой взгляд, не любите. Вы не любите себя и вам с собой очень-очень сложно, а ваше счастье зависит от того, кто находится рядом с вами. Согласитесь, в высшей степени негуманное отношение к себе, в высшей степени негуманистический подход к себе, в высшей степени обесценивающий подход к себе. Оттого вам так сейчас и плохо. Тем не менее, то, что вам плохо, это напоминание вашей психики о том, что вы слишком сильно зависите от того, кто вас окружает. Только вы делаете из этого неверный вывод, вместо того, чтобы задуматься о том, а что это со мной происходит, какая я и так далее, какие я устраиваю отношения и все в таком духе. Вас волнует только то, вернется ли человек к вам. Ну, понимаете, молодой человек, может быть, и вернется. Только это ваша проблема, это ваша проблема не исправит. Это не изменит вас, это не сделает вас другой, это не поменяет вас. Это не даст вам новых возможностей, новых сил, новых ресурсов, например, для того, чтобы двигаться по жизни куда более уверенно, чем, например, вы двигаетесь сейчас. Наконец-то не исправит проблем в ваших отношениях. Вот. Я хочу сказать, что вот вы спрашиваете, как могут чувства исчезнуть так быстро. Я вам на это могу сказать примерно следующее. Что вы правы. Быстро чувство не исчезало. Но они исчезают быстрее, чем этот способен заметить и увидеть мозг человека. Человеческое сознание, оно более медленно по своей природе. И человеческое сознание более медленно по своей природе. И потому чувства могли исчезнуть давно, а вот сознание позволило эту мысль. Вот совсем, скажем так, недавно. Это очень важный момент. И это очень разные вещи. Но лично мне кажется, что вы задаете такой вопрос не потому, что вас интересует природа чувств, а из надежды, что молодой человек вернется. Удивительное дело, вы хотите, чтобы он вернулся, но вряд ли сейчас вы замечаете то, что фактически лишаете выбора вашего молодого человека не быть с вами. Вот интересная получается вещь, правда? Вы любите кого-то, но лишаете этого человека выбора с вами не быть. Вы как бы говорите, ну, наверное, ты можешь со мной не быть, но не так резко и не так быстро. Наверное, вы предполагаете, что перед расставанием должен быть какой-то конфликт. Наверное, вы считаете, что, чтобы расстаться, нужно обязательно ссориться. Вполне возможно, что у вас был именно такой опыт. Но это отнюдь не означает, что такой опыт будет всегда и совсем. Вообще-то все более-менее адекватные и нормальные люди расстаются спокойно, не портя отношений и не устраивая скандалов и драм. Но в вашем случае такая модель поведения обозначает, что есть надежда, что мужчина вернет. Не знаю, замечаете вы или нет, но он нужен вам как воздух сейчас. И вот с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, это является очень серьезной проблемой. И это является предметом работы. Это является, ну может точнее, является запросом на психотерапию. Если, конечно, вы сами этого хотите. А вот чего вы хотите, я не уверен в том, что вы хотите, я не уверен, потому что то, что вы говорите сейчас, звучит так. Скажите мне, пожалуйста, вернется ли слабой человек или нет. Понимаете, какая штука? То есть, иными словами, вы не нацелены сейчас решать свою, ну, решать какие-то свои личные проблемы. А хотите просто, чтобы мы вам, условно говоря, показали. И сказали, вернется ли молодой человек или нет. То есть, иными словами, иными словами, предсказали бы вам будущее, будущее. В этом смысле вы ошиблись немножко разделом. Психологи не гадают, мы не занимаемся тем, что гадают. Мы работаем с проблемами, с реальными проблемами людей. И реальная проблема ваша такова. Она такая, какой я ее описал. Хочется вам этого или нет. И вам нужно, точнее, даже не то, чтобы нужно. Вам остается или признать, что проблема такая существует и, соответственно, что-то с ней делать. Выбрать себе психолога, начать работать со специалистом и так далее. Или, или, или же оставить все как есть, но тогда ваша жизнь никак не изменится. Будут, условно говоря, меняться действующие лица. Это да. Будут меняться люди вокруг вас. Будут, условно говоря, меняться какие-то декорации. Но суть будет оставаться той же. Проблема будет оставаться точно такой же. Она ничуть не изменится. Она ничуть не изменится так же, как не изменились ваши предыдущие отношения. Это те, в которых вы не были счастливы и те, в которых, судя по тому, что вы описываете, вы не любили. Такая сейчас получается ситуация. Такая сейчас получается история. И, конечно, к вам, безусловно, есть сочувствие. Я вам сочувствую. Я сочувствую тому, в какой ситуации вы для себя оказались. Но давайте смотреть на вещи с точки зрения взрослого человека. Вам сейчас плохо, у вас травма. Это нужно прожить. Прожить ваши чувства. Делать это лучше всего со специалистом, со психологом. Собственно, вы большая молодец в том, что обратились и написали о проблеме своей. Но это только первый шаг. Больше вам предстоит выбрать эксперта и начать с ним работать. И вот здесь очень интересный момент, на мой взгляд. А готовы ли вы к этому? Готовы ли вы работать над собой? Готовы ли вы меняться? Нет, совсем не ради молодого человека и не ради того, чтобы он вернулся. Ради себя. Чтобы ваше счастье не было зависимо от того, кто рядом с вам. Знаете, некоторые люди, и мужчины, и женщины, абсолютно не важно здесь о ком идет речь, говорят примерно следующее. Они говорят, ну поскольку от меня могут уйти в любой момент, то зачем мне тогда отношения? Я не буду в таком случае вообще в отношениях, например, находиться. или уходя в другую крайность и говорят, что я буду искать того самого человека, который никогда от меня не уйдет. То есть люди ищут гарантии. А на это их невозможно. Потому что то, что произошло, это, вообще-то говоря, показатель свободы вашего молодого человека. Показатель его зрелости. Ну, сейчас, вероятно, вы этого понять не можете. И, честно говоря, от вас сейчас, на данный момент, этого никто и не ждет. Было бы неправильно. Об вас этого ждать. Но, тем не менее, очень бы хотелось, чтобы вы хотя бы об этом немножечко подумали. Тем не менее, очень бы хотелось, чтобы вы немножечко об этом просмышляли. И, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы обратили, так сказать, свой взгляд, свой взор на себя саму. Для чего? Для чего это делать? Чтобы увидеть, что проблема находится исключительно у вас. И дело не в том, что он из-за вас или ушел он из-за себя. Дело в том, что уйти, это его выбор. Уйти, это его право. Но на вас это оказывает такое воздействие. Иными словами, вы выстраиваете такие отношения, как я уже сказал. Где у человека нет права уйти. А поскольку это его выбор. И поскольку этим выбором будут пользоваться все, кто относится к себе уважительно. То есть, иными словами, все люди, которые любят себя. Да? То кто вам остается? Понимаете? Такая вот история. Конечная история немножко грустная. Совершенно однозначно. И как я уже сказал, я вам сочувствую, я сочувствую вам. Но также, я смотрю на это с некоторой долей оптимизма. Почему? Потому что я знаю, что эта ситуация, точнее, благодаря этой ситуации, вы сможете, вероятно, обрести себя. Найти то, какая вы. Найти себе ресурсы для того, чтобы самостоятельно двигаться по своей жизни. Не ожидая кого-то, не надеяя на кого-то. Как и достоин любой человек. Для этого вам нужно решить свои проблемы. Проблемы ценаоценки, проблемы страхов. Проблемы... Принятия себя. Проблемы недоверия себе. Проблемы, например, реализации. Потому что, есть ощущение, как я уже сказал, есть довольно серьезное ощущение, что вы не реализованы. И довольно серьезное ощущение, что вы испытываете проблему с реализацией. И это все вместе на вас влияет. Да. Сейчас, сейчас то, что вы чувствуете, это влияние ваших вызывающих собственных проблем, которые были всегда. Ну, просто с молодым человеком это, скажем так, не давало себе знать. Без него сейчас это знать о себе дает. А по вам так и плохо. Но что если я скажу, что если я скажу, что точно вам плохо было с вами всегда. И что если я скажу, что возможно именно по этой причине вы так сильно нуждаетесь в том, чтобы молодой человек к вам вернулся. Чтобы не сталкиваться снова с тем, что, вероятно, всегда вас тревожило и беспокоило. Что если это так? Вот как тогда смотреть на эту ситуацию? Как тогда ее воспринимать? Как тогда ее видеть? Как тогда относиться к тому, что происходит сейчас условно, по частице условно с вами? Вот давайте попробуем подумать на эту тему. Вопрос сейчас это гораздо ведь интереснее и гораздо, на мой взгляд, продуктивнее, чем, например, думать о том, вернется ли ко мне молодой человек. В голову ты к нему не залезешь, его же не поменяешь. Но, повторюсь, даже если он вернется к вам, проблема это не исправит. Ситуация это не изменит. Вас это не изменит. Ваши отношения к себе этого не изменят. Все останется как прежде. И это означает, в свою очередь, что расставание случится вновь. Какой-то конфликт случится вновь. Не обязательно, что он случится вот прямо в такой форме. Но он случится. Понимаете? И никто не говорит о том, что вам будет не так больно. Никто не говорит о том, что вам не будет больнее. Это сейчас, когда молодой человек сказал, что просто решил уйти, вам так больно. А если бы он сказал, например, что он уходит к кому-то. Если бы он сказал, например, что он встретил кого-то другого, кого полюбил. А такой жизненный случай встречается, это абсолютно нормально. Но чтобы с вами было тогда. Понимаете, да? Видите ли, штука в том, что когда твое восприятие, когда твое ощущение себя зависит от другого, так всегда обычно происходит. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.